Для новой поделки пригодится конфетный колпачок. Сколько трубочек! Закрепляем во второй трубке. Подставку для пиццы уменьшим. Закрепляем вертикальную ножку. Подберем бусинки. Управление тремя кнопками. Простой и полезный прибор для сушки волос. Доченька, ау! Мы что, играем в прятки? Что за пушистый комочек? Ах, вот ты куда подевалась! Нужно подстричься. После стрижки пряди мгновенно отрастают. Нам нужна помощь. Подруга, вручай! Малышка путается в волосах. Без проблем. Сейчас наведем красоту. Она скоро утонет в них. Для таких случаев у нас есть маленькая сушилка. Потрясающе! Спасибо, тетя! Украшаем кексик взбитыми сливками. Вкуснотища! Сладкая водичка. Наполняем баночку взбитыми сливками. Приклеим этикетку. Инструкция поможет разобраться. Пена для ванны никогда не была такой нежной. Доченька, пора искупаться. А для веселья добавим натуральные сливки. Одну ложечку. Упс! О, мой га-ж! Мой маленький кексик! Эй, кто просил полотенца? Ну вы смешные! Теперь и ты! Мамочке стоит отдохнуть. Пойдем просушимся, детка. Чу! Газировка чупа-чупс. Добавляем желатина. Наполняем сладкой водичкой. Выкладываем фрукты и оставляем застыть. Получилась питательная маска. Упакуем в коробочку. Украшаем яркими наклейками. Фруктовая маска освежит кожу. Вчера была бурная вечеринка. Ох! Киси, я совершенно не выспалась. Ну, как я выгляжу? Мамочки! О, мой га-ж! Всегда выручит фруктовая маска. Немного подержать. Нет, этого будет мало. Приветствую в нашем салоне. Мне как обычно. Прошу вашу карту. Окей. Простите, никакого сходства. Я выгляжу так плохо. А, может дело в маске? Люси, простите за недоразумение. Я так торопилась. Засыпаем полную чашу клубничек. Измельчаем в порошок. Высыпаем. Заливаем водичкой. Эльза, помоги с заморозкой. Окей. Моментально застыло. Погружаем трубки. Вуаля. Выполз желейный червячок. Как их много. Эй, сделайте что-то с волосами. Наносим яркие пятна на шапочку. Получились забавные дреды. Съедобные волосы – это что-то новое. Ах, чудесный денек. Мама, мама! Смотри, какой цветочек я нашла. Красивый. Умница. Мама, я проголодалась. Мои желейные волосы сгодятся для перекуса. Ммм, yummy. Thank you. Кто там? Ух ты! Гнездо! Малыши, вы голодные? Я с вами поделюсь. Еще? Я такое нашла! Пойдем, покажу. Какие птички. Давай их накормим. Мам, у тебя новая стрижка? Каре? Мне нравится. Очищаем личико куколки. Поработаем над рельефом. Рисуем глазки, бровки. Забавная улыбка. Подготовим выкройки одежды. Дополним майку пышными рукавами. Подчеркнем талию пояском. Ух ты! Люблю жвачки. Ммм. Что, уже вернуть? Ладно. Подбираем жвачную прическу. Нет. О, да! Покрываем волосы сладкой глазурью. Вырезаем корону. Принцесса Бубльгум – правительница конфетного королевства. Детишки, время развлечений. Бубльгум – какими судьбами. Пони привлек сладкий аромат. О, нет! Твои волосы! Со мной такое постоянно. Твои волосы! Они из настоящей жвачки! Угощайтесь, малыши! Спасибо! Удивительная прогулка. Читаем вместе. Ла-ли-лу. Лакричные палочки пригодятся для бегудей. Резинок точно хватит. Вот и розовая ткань. Вырезаем кружок. Спрячем все бегудей. Теперь ни одна не потеряется. У тебя такие славные кудряшки. Спасибо, у тебя тоже. Слегка опоздала. А что вы тут делаете? Пончик! Вау! Читали огромную книгу? А это что за штуки? Когда вы успели завить волосы? И я так хочу! Хочешь, накрутим тебя? Еще бы! С этими бегудями будут супер-локоны! Поехали! Теперь нужно немного подождать. Девочки, пора расплетаться. Девочки, пора расплетаться. Какие локоны! Какой скучный день! Погодите! Совсем забыла про важную встречу! Нужно быстро собраться. Наведем красоту. Сверкаю, как звездочка. Но слишком ярко. Лалилу, выручай! Одолжим со стола немного сладостей. Вырезаем зеркальце из кондитерского серебра. Нужно расплавить белый шоколад. Добавляем пищевой краситель. Нутелла для натуральных теней. Держи, теперь у тебя получится идеальный мейк. Уи! Спасибо, Лалилу! Ну вот, как я вам? Так, гораздо вкуснее! И все благодаря съедобной палетке. А вы знали, что драже Мэндэнс неплохо красится? Подготовим зефирки. Расплавляем маршмеллоу на водяной бане. Получилась сладкая тянучка. Хорошенько размешиваем. Превращаем сахар в пудру. Перемешаем. Равномерно раскатаем массу. В центре хрустящие драже Мэндэнс. Впервые в Лолитауне приглашаем всех на презентацию съедобной краски для волос. Не проходите мимо. О, это что-то новое. Мы делаем краску из сахарной пудры, зефира и конфет. Вау! Я люблю эксперименты. Попробуем. Попробуем. Конечно. Как ярко. Попробую сама желтеньким. Возьму все краски. Если красится, то только так. Заплясали желейные мишки. Превращаем одного из них в блеск. Используем наконечник от кисти. Из зубочистки и фетра мастерим щеточку. Блеск для губ в виде мишки. Как мило. Кетти читает книгу и лакомится фруктами. Подружка, привет! Йо-хоу! Чуть не уснула со скуки. Повеселимся? Мама мне подарила такой классный блеск для губ, как желе. Похож на мишку? Да, но несъедобный. Зато пахнет, как мармелад. Вот, смотри. Запах желеек. Вау! Хочу такой и себе. Сможем сделать такой сами. Мэри обожает чаепитие. А еще больше вкусняшки к чаю. Хм, чем бы похрустеть? Печенье? Нет, шоколадная кружка слишком приторная. Вау! Это что, кроватка? Не знаю, откуда она. Но какая разница? Это же вкусно. О нет, моя кроватка. Ее утащили похитители сладостей. Перестань кусать. Что-что? Тоже хочешь кусочек? Только попроси, я не жадная. Ох, придется делать новую. Ну и ладно, странная. Мне больше достанется. Мне нужен удобный фартук. Сделаем выкройку на ткани в звездочку. Стягиваем в сборку полоску сица. С рюшами и кружевом фартук такой милый и уютный. Добавим завязки и поясок. Аппликация в виде вкусной пироженки. Хм, наверняка хозяйка обожает сладости. Фартук готов. Но есть еще один атрибут настоящего кулинара. Поварской колпак. Из обклеенной тканью картонной полоски и пышной верхушки получился настоящий головной убор повара. Никаких спадающих на лицо волос. Скорее на кухню. Кейт – кондитер-аматор. На кухне она проводит все свободное время. Столько блюд, столько идей. Перед готовкой руки должны быть чистыми. Колпак на голове, а на руках… Забыла. Ауч, горячо. Точно на руках прихватка рукавичка. Вспомнила. Безопасность превыше всего. Соскучилась по выпеканию. Откуда новый рецепт? Подсмотрела в лайфхаках на Лалилу. Ммм, вкусно получилось. Возьмем пустую банку от колы. Вполне пригодная медная кастрюлька для варки. А с ручками из фурнитурных крючков и вовсе находка. Пружинка и деревянная шпажка – отличный союз. Венчиком можно взбить что угодно. Кейт замешивает белковый крем. Чтобы он был воздушным, необходимо здорово потрудиться венчиком. Осталось украсить трехъярусный торт. Ответственная задача. Но у Кейт все получилось. Еще и очень вкусно. Целая армия желатиновых мишек. Отберем самые вкусные. Лалилу! Они нас приветствуют. Нагреваем ковш воды. Бурлят пузырьки. Отправляем желе на водяную баню и даем хорошенько растаять. Заливаем силиконовую формочку и ждем, что получится. Вау, это желейный малыш! Добро пожаловать в наш мир! Наша героиня все свое время проводит за приготовлением чудесных десертов. Но Кейт понимает, что в жизни должны быть радости и кроме любимой работы. Всегда мечтала стать мамой. Вот бы у меня появился любимый сладкий малыш. Где же взять такого? У кондитера один ответ. Создать по идеальному рецепту. Нужны все кулинарные книги. Так, полистаем эту и вот эту. И тут тоже ничего. Торты, пудинги, капкейки и ни одной маленькой милой сладкой девочки. Создам шедевр сама. Детки состоят из ярких желейных конфеток и никак иначе. Мне нужны самая большая миска, мастерство, щепотка магии и заветная мечта. И вот оно чудо! Вместо мишек в миске милая кроха. Получилось с первой попытки. Мамина любовь воплотила удачный рецепт. Малышка в любящих объятиях превращается в настоящего ребенка. Что за пупсик с испорченной прической? Воздушный пластилин за дело. Скатываем четыре колбаски и скручиваем жгутик. Выкладываем крошке шапочку из зефирного крема. Ммм, вкусняшка! Тканевый подгузник украсим конфеткой и надписью «Сладкое». Ну, красотка ведь! Глиттерные звездочки посыпались на шапочку. А соска из крепления от бусинки, пайетки и конфетки способна всегда успокоить малышку. Достаточно подвесить соску на шею и «Сладкое» всегда под рукой. Никаких капризов. Малютка Кенди обожает сидеть на ручках у мамы. Кейт в восторге от милой доченьки с ямочками на щеках. Они все время проводят вместе. Мама даже отложила работу, чтобы уделять все время крошке. Главное, что моя любимая не поседа рядом. Половинки крекеров для нас – строительный материал. Склеиваем их пищевым клеем. Добавим сладкие вафельные трубочки. Две хрустящие ножки-качалки выдержат любую кроватку. А сама кровать будет сделана из вафельного коржа. Кажется, из него можно построить хоть целый замок. Сладкие палочки отлично подходят для бортиков. Никто не упадет. Сладкая вата вместо жесткого матраса. Кто о таком не мечтал? Сделаем одеяльцы из конфетных лент. Нагреваем их и соединяем цвета в яркое радужное полотно. Украшаем кроватку крошечными маршмеллоу. Это любовь. Немного воображения и кроватка от лучшего кондитера готова. В ней Кенди будет видеть сладкие сны. А мама-непоседы сможет наконец выспаться. Баю-бай, засыпай. Пусть тебе приснится волшебная страна, где горы из леденцов и облачка из маскарпоне. Из воздушного пластилина получится огромный пончик. Покрываем его лаком для ногтей глазурью. А кондитерская посыпка и блестки сделают его особенно аппетитным. Стоило маме оставить малышку на кухне, как та уже добралась до муки. Ох, Кенди, ты вся в маму. Придется мою непослушную вкусняшку искупать в молоке. Но нужен круг. Пончик. Это идея. Хорошо, что я испекла остатки теста в один огромный пончик. Как раз по размеру для твоей попки. Пластиковый контейнер превращается в бассейн. Ручки прочь. Здравствуй, белый цвет. Внутреннюю часть герметично обклеиваем фольгой. А фоамирановые волны так и норовят сбить с ног. Тсс, потише, у нас будет плавать ребеночек. А смешная мордочка на бассейне поднимет настроение. Сделаем несколько прочных ступенек. И проволочный каркас. Теперь все готово. Осталось только наполнить бассейн теплым молочком. Хорошая температура. Можно запускать Кенди в плаванье. Капитан сдобного корабля Пончик, вы готовы покорять молочные реки и сахарные берега? Смотри, не растай там, моя сладкая. Теперь доченька снова чистая и с мягкой от молочка кожей. Рецепт бутылочки. Записывайте. Желейный боб, кокосовый, одна штука. Плюс желейный мишка. Соединяем их в паилку. Наносим деление, чтобы наливать вкусняшку в нужном количестве. Кенди целый день баловалась и удивлялась новым вещам. Кто-то хорошенько проголодался, время подкрепиться, а у тебя отменный аппетит. Малышка выпила все содержимое бутылочки и сладко уснула прямо на ручках. Две боковые стойки и поперечная перекладина. Конструкция простая. Из крекеров мы стерим сидение, а подвешиваться оно будет за конфетные ленточки. Не забываем про защитные ремешки. Маленький ребенок должен кататься безопасно. Возле дома в густой зелени Кейт соорудила качели из сладостей. Они яркие, удобные и безопасные. Кенди катается подолгу и с огромным удовольствием. А с заднего двора всегда раздается задорный детский смех. Упростим защелку баночки от краски. Срезаем крепление. Снаружи она обычная, но внутри... О да, внутри настоящие запасы нутеллы. Приклеиваем этикетку и готово. Бон аппетит! Уход за ребенком отнимает все свободное время. И Кейт совсем забыла о себе. Маме нужно отдыхать, время релакса. Ох, закончились все питательные маски. Зато есть сладости. Шоколадное обертывание, ну почти. Лучше маска из нутеллы. Наносим, не жалеем. Подождем пару минут. А это вкусно. Доело бы остатки. Вытираем маску горячим полотенцем. Кожа напитана маслами какао и словно сияет изнутри. Как же мне повезло иметь такую сладкую доченьку. Мама в восторге, но не может поставить нам лайк. Сделайте это за нее и подписывайтесь на Лали Лу. У нас самые классные лайфхаки для кукол. Ванночку для Нэнси перекрашиваем в коричневый цвет. Потоки фоамирановой глазури такие аппетитные. Буковки сами сложились в надпись Нутелла. Вместо скучных ножек – рожки мороженого. А внутри полно маршмеллоу. Не ванночка, а объедение. Приятного погружения. Старая ванна уже изрядно надоела. Нэнси включает весь свой креатив. Как же переделать ее под любимый дизайн? Придумала. Нутелла всегда помогала в сложных ситуациях. Нэнси вооружилась инструментами и взялась за перекраску. Фу, немножко устала. Осталось вырезать буковки. Юная дизайнер сама нарисовала глазурь. Получилось круто. Вместо воды нужно заполнить ванну нутеллой. Годовой запас сладкого выручает. Погружение! Теперь можно одновременно наслаждаться питательной ванной для кожи и любимой вкусняшкой. Малышка Молли хочет принять ванну, но волосы намокнут. Из пачки Скиттлз получится отличная шапочка. Вырежем круг и стянем наметочным швом края. Прическа спасена. Молли отправилась в ванную. Ммм, ежевичный коктейль. Так, расчесать волосы. Что? О, помогите! Ужасный паук! Коктейль потерян. Теперь я вся мокрая. Нужно принять душ. Любимая шапочка в помощь. Как мне повезло. Укладка также идеальна. Уву! Мастерим тостер из лилового фоамирана. Вырезаем отверстия под хлебушек и боковые грани. Добавляем картонный рычаг, собираем прибор и покрываем бесцветным лаком. Стыки украшает канатик, а бусинки и бисер становятся кнопками и ножками. Мягкие слайсы хлеба совсем скоро превратятся в хрустящие гренки. То, что нужно на завтрак. Упс, этот хлеб явно негоден в пищу. Отправляется в мусорку. Приготовлю свежий. В айпаде столько интересного. Стоило зазеваться, и тосты сгорели. Ой, едва не устроила хлебобулочный пожар. Придется все переделать. Стеклянные баночки наполняем молоком. Деревянная шпажка превращается в блестящую трубочку. Из такой пить гораздо вкуснее. Нутелла слишком сладкая. Нужно запить молочком. В холодильнике как раз остались запасы. Нэнси налила полный стаканчик, вставила любимую многоразовую трубочку и насладилась вкусом. Но теперь слишком пресно. Идея. Размешав нутеллу в молоке, получится сладкий молочно-шоколадный коктейль. Я отличный шеф-повар. Ха-ха. Покрываем судок красным акрилом. На нем всходит радуга. Пачка Скиттлс спешит нам на помощь. Сладости подсказывают ла-ли-лу. Обклеиваем ванночку драже и фирменным лого. Устанавливаем краник и вентиль. Ванночка для настоящих сладкоежек. Во время прогулки взгляд Молли притянула огромная витрина с ваннами. Нужно присмотреть себе что-то интересное. Глаза разбегаются столько ванн. Одна для любителей остренького, вторая слишком царская роскошь. Все не то. Что же придумать? Эх, придется присесть и поразмыслить. Вот ванна мечты. Моя прелесть. Счастью нет предела. Ммм, божественно. Продавщица заметила странную клиентку. Девушка, что вы делаете? Все под контролем. Я ее беру. И Молли унесла ванну. Не часто встречаются такие клиентки. Куколка дотащила ее домой. Ой, ничего не видно. Бдыщ! Зря шкаф встал на пути. Ничего упорства Молли не занимать. Ауч! Не надо было шевелить ее ногой. Но все получилось. Ванна заняла свое почетное место. Для такой покупки стоит обновить интерьер. Немного усилий и вот яркие стены, разноцветный пол – все в скиттлс-стиле. Если уж принимать ванну, то с драже? Наконец-то девушка может расслабиться. Идеально! Из пенополистирола вырезаем блок для магнитофона. Обклеиваем его фоамираном. Глиттерные детали делают корпус милым. Пару круглых динамиков обтягиваем сеткой. Устанавливаем и обматываем стыки шнуром. Мягкая ручка обеспечивает удобную переноску. А антенна улавливает все радиостанции. У Молли отличное настроение. Сидеть в тишине просто невозможно. Включу любимые хиты. Начинается целое представление. Скиттлс-звезда выходит на сцену. Подпевать треком в расческу или в микрофон? Какая разница, если хочется веселиться? Молли легла в ванну и чувствует себя суперзвездой. Из палочек для кофе склеиваем три брусочка. Тонируем их в белый цвет и делаем раму. По бокам устанавливаем золотистые ручки. Подставка из пластика стильная и прочная. Теперь у Нэнси есть удобный поднос, на который можно захватить все необходимое. Нэнси играет с Мишкой. Вдруг раздается звонок в дверь. Оу, это же курьер с долгожданной подставкой для ванны. Как интересно распаковывать. Вау, она еще лучше, чем я представляла. Следующее купание будет совершенно на новом уровне. Нужно захватить нутеллу. Явно захочу перекусить. Нэнси установила поднос. Идеально вписался в интерьер. А какое удобство. Теперь можно нежиться в ванне, есть круассан и окунать прямо в нутеллу. Точно, на Лалилу вышло новое видео. Любимый канал, патчи из крекеров, жизнь удалась. Молли принесла много палочек. Хочешь заняться искусством? Соорудим для тебя мольберт. С помощью кофейных палочек соберем мольберт-треногу. Удобные полочки пригодятся для материалов. Подставка под холст изрисована. Здесь наверняка был написан шедевр. Наша героиня отдыхает в парке, попивая коктейли. Отличная погодка для живописи. Молли посетила муза. Кисти, краски, мольберт и вдохновение. Все, что нужно юной художнице. Радуга как настоящая. Краски быстро подсохли под солнышком. Можно унести шедевр домой. На мягкой пушистой ткани обводим шаблоны деталей. Осталось немного. Всего лишь сшить заготовки в теплый халат. Обновка согреет Нэнси после душа. Затянем халат пояском. А как же нутелла? Да уж, без карманов не обойтись. Нэнси не может оторваться от планшета. Пора возвращаться в реальный мир. Ох, что-то не замечала, что вокруг столько сладостей. Пора навести порядок. Пришлось постараться, чтобы комната заблистала чистотой. Так жарко. После уборки стоит принять душ. Где мой любимый халатик? Нэнси искупалась, вытерлась полотенцем и вновь набросила мягкий халат. Я слышала, что какао-масло отлично питает кожу. Результат в зеркале превзошел все ожидания. Вау! На силиконовой форме создаем потеки термоклея. Застывший узор обрезаем по форме зеркальца. Бррррр, неужели это сосульки? Нет, всего лишь потеки нутеллы. Кондитерская посыпка, кусочки шоколада, маффины и крекеры. Зеркало – мечта сладкоежки. Нэнси изо дня в день объедается сладостями. Добрая девочка накормит всех, даже игрушечного медведя. Но даже у него уже нет аппетита. Столько сладкого съесть попросту невозможно. Зато можно сделать сладкого ангелочка. Нэнси падает в обморок. Очнувшись, пытается развидеть. Наваждение прошло. Как же хорошо, дом снова прежний. Похоже, нужно есть поменьше сладкого. Конфетки, вы сыграли со мной злую шутку. А какие сладости любите вы? Пишите в комментариях и жмите лайк. Лалилу стараются для вас. Подписывайтесь на канал с лучшими кукольными поделками.